Это машина времени Анатолия Иванова. Свой запорожец Дончанин купил в 82-м и до сих пор ездит на нем с мамой. Валентину Григорьевну сын называют штурманом. Иногда позволяет ей сесть за руль. На дачу иногда пробовала ехать. Свою машину Анатолий считает надежной. Под капотом почти все запчасти оригинальные. Даже родной карбюратор 125-й. Даже вот эти спойлера. Вот этот родные. Игорь Лащенко приехал на ретропробег на представительской «Чайке». На такой в 60-х возили членов политбюро, министров и космонавтов. Автовладелец сохранил авто в первозданном виде. В салоне даже телефон есть. Правда, позвонить по нему нельзя. Были сняты все эти радиостанции нашим, так сказать, доблестным комитетом госбезопасности. Милицейская машина, как положено, во главе колонны. Но за рулем «Волги» члены автоклуба. Преследую преступника на мотоцикле. И вот звучит клич на старт. Ретро-клуб, ура! Впереди 50 километров пробега по городским улицам. Первая остановка, ЖД-вокзал. Ретро-автомобили сразу привлекают внимание прохожих. Дончане не упускают возможности сфотографироваться. Анатолий Погромский снимает на телефон, чтобы потом показать раритеты своим детям. Победа, вот «Чайка». Впереди «Волга» стоит, 21-я. Ну, что не узнавать. Если они все из фильмов наших, как говорится. Пробег ретро-автомобилей – весенняя традиция. Чтобы не прозевать события, заглядывайте на сайт клуба «Ретро ДНЮЭЙ». Ольга Соломяна, Евгений Якунин, телеканал «Донбасс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова